всем прекрасного дня тема nail crust сейчас я сразу не начну вести прямой эфир потому что мне нужно понять какое качество подключения вот мы сейчас пять минут пробовали по-разному зайти в прямой эфир и ура получилось и кстати получилось зайти просто с вайфаем без каких-либо дополнительных штук вот да я переключилась на вайфай смотрите и отключила vpn у меня заработал прямой эфир хотя я уже неделю сижу на vpn а сейчас получается без vpn а сегодня чудесным образом у нас работает instagram вот давайте ставьте плюсики у кого все норм и пожалуйста будьте так добры напишите тему бархатный песок тема бархатный песок это тот материал который есть у многих наших подписчиков наших учеников и я просто хотела еще разочек вам об этом материале напомнить и так напишите пожалуйста тему бархатный песок у меня тоже самого начала instagram работал без vpn потом у меня начал лагать я перепробовала около пяти vpn of но вот сегодня конкретно прямой эфир я смогла выйти только без него ну нужен был вайфай на лте на мобильном ничего у меня не получилось так спасибо за тему прикрепить комментарий спасибо кто-то пишет очень жаль что вы продаете салон в питере это вынужденная была мера да потому что сейчас очень большие изменения идут в компании и вы понимаете почему сейчас многие моменты нужно резать я надеюсь что салон не закроется а его кто-то купит и просто продолжит работать примерно в этом же формате вот поэтому я буду об этом очень сильно молиться чтобы у нас салон купил кто-то кто дальше продолжит именно ими маникюр ими бутик вот бархатный песок смотрите бархатный песок это такая тема она конечно больше про осенний зимний период но чуть-чуть весны потому что с ветра и теплую одежду мы еще многие регионы будем носить там кто до конца апреля кто-то до конца мая и в принципе принципе бархатный песком дизайна они могут быть сейчас тоже уместны получается ощущение таких знаете утепленных ногтей теплые ногти я кстати свой instagram не забросила я не поняла вот тех людей которые взяли там психанули удалили инстаграм вот понятно что сейчас работа здесь очень сильно ужалась ограничиваясь конечно охваты не такие там теперь нет таргетированной рекламы но здесь просто нужно перестроиться на новые рельсы теперь без таргетированной рекламы нужно здесь так активно монетизировать внимание людей и все это будет зависеть вот от людей от нас без какой-либо поддержки со стороны дополнительной рекламы поэтому здесь просто нужно научиться именно своей экспертностью привлекать к себе там клиентов учеников и так далее но бросать полностью я считаю что нет сейчас понятно вот мы даже если посмотрим сколько человек в эфире конечно вот даже в эфире статистика она очень сильно упала но она же не совсем упала окончательно все равно же кто-то сейчас сидит смотрит вот поэтому нет я продолжаю также вести stories я немножко постинг сузила ну как чтобы сильно знаете как и так приходится сейчас на большое количество социальных сетей мне распыляться но нельзя сказать что знаете я прям распылилась на самом деле здесь просто идет дублирование вы сделали один и тот же контент и просто взяли продублировали во все социальные сети сняли stories во все социальные сети выложили сняли рилс ролик выложили во все социальные сети сделали красивую фотографию все выложили просто продублировали на что-то многие говорят ой я вот instagram обучение прошла только въехала как фотографировать как чего я говорю так но этот навык тебе все равно нужен просто тебя сейчас помимо instagram теперь нужно контакт вести там в одноклассники там еще что-то сейчас там обещают разные сети вот поэтому этот навык он нужен любом случае контент он и в африке контент понимаете контент это будет этой площадке instagram либо это контент будет telegram канала либо это контент для контакта он одинаковый вот просто сейчас чуть больше времени я например трачу на дублирование вот а stories они у меня практически одинаковые я прям снимаю и дублирую instagram в контакт ролики рилсы так называемые сняла он у меня в рилсе он у меня в клипах в telegram и он же у меня вот сейчас мы хотим дублировать еще яндекс д дзен где вот эти вот ролики youtube там же тоже вот эти вот мини рильсы рилсы ролики тоже есть короче просто я сейчас вот буду упор кстати больше делается именно на видео мастер-класс вот ладно бархатный песок аня колод вернется в ростов после продажи салона ну я надеюсь нет потому что я надеюсь что купит тот кто ничего переделывать не будет что все останется как есть бархатный песок это технология 2000 все время путаю по моему 12 года вы знаете что у меня очень много технологий связано с материалами из типографии потому что у моего папы когда очень давно много лет назад была мини типография и я всегда находилась вот в этих вот понимаете как складах материала которые используются для типографии для тиснения для объема ну для всех штук вот я даже помню иногда ездила на склады и закупала вот эти вот все рулоны бумаги фольги каких-то штуковин вот и один раз я увидела причем это мне мой брат родной подсуетил что-то присылает говорит слушать тебе вот эта штука будет не интересно на посмотри ну Продолжение следует... Так, когда мне папа с братом подсуетили вот такую штуку, ну, по-моему, вот они мне подсуетили, то ли я сама просто увидела это на складе, я сейчас уже точно детали не помню, вот, и у меня эта штука, она просто валялась, лежала, я ума ей не могла приобрести. Продолжение следует... Продолжение следует... Придумать, что с ней делать. Вот когда появилось флакирование, меня тут вот осенило, я начала с нею экспериментировать, потому что я долго с ней экспериментировала, у меня валялось, наверное, года два. И я помню, когда только появился бархатный песок, все подумали, что это соль, кто-то подумал, что это сахар, кто-то подумал, что это манная крупа, вот. Вот. И потом многие стали это делать просто акриловой пудрой. Вот акриловой пудрой засыпать краску гелевую начали после того, как я выпустила технологию бархатный песок вот с этой штукой. Вот. Потому что многие думали, что это в том числе акриловая пудра. И брали акриловую пудру. И, кстати, эффект тоже прикольный получается. Вот. Что для этого нужно? Давайте сделаем покрытие. Ну, я, наверное, сделаю какое-нибудь однотонное покрытие. Можно сделать цветное, потому что мы постоянно проводим эфир с бархатным песком. Но это в основном, вот видите, какие-то вязаные маникюры. Прикольно. Вот именно тема утепления. Можно сейчас попробовать либо косички какие-нибудь сделать. Ну, самое простое. Мне вот такой вот вариант очень нравится. Просто зигзаги. Бархатный песок. Про него нужно вспоминать всегда. Осенью, зимой, весной. Когда мы носим свитера. Прикольные дизайны получаются. Единственное, если вы клиента не предупредили, что бархатный песок, ну, поверхность же шершавая, ворсистая. Ну, что нужно периодически? Протирать, чистить. Ну, конечно, он через несколько дней у клиента загадится. Она скажет, что ты мне за какашку сделала? Посмотри на мои грязные ногти. Вот. Конечно, повторно клиент уже такой дизайн не сделает. На что лучше сажать краску гелевую? Вообще, все-таки, девочки, это либо эмпаста, либо краска гелевая. Вот. Почему в идеале краска гелевая? Потому что у краски она не такая жидкая, как гель-лак, но и не такая густая, как эмпаста. Вот. Но мы говорим обычно, берите лучше краску гелевую, но сейчас не все работают красками гелевыми. Если эмпаста у вас есть у всех, да, и гель-лаки, то вот краски гелевые у вас есть не у всех. Вот. И я последние несколько лет, когда вот тема с гель-лаками захлестнула, наш рынок, и краски гелевые ушли на второй план, я стала говорить, что сыпьте бархатный песок на эмпасту. Если видите, например, эмпаста прям густоватая, вот особенно белый, он бывает очень густой, ну возьмите его чуть-чуть теклосом разбавьте, потому что нельзя и на сильно жидкую консистенцию сыпать бархатный песок, и нельзя на сильно густую, потому что он не проваливается, если консистенция густая. Там же смысл в чем? Чтобы вот эти вот крупинки, видите, вот эти крупинки, чтобы они провалились в краску, краска сполимеризовалась, а потом, когда вы щеточкой проходите, эта краска благополучно, вернее, эти частички благополучно оторвались от краски. У вас остается по факту та же краска, без вот этих частичек. Но получается такой бархатный эффект, такой бархатный эффект бархатистости, такие дырки наблюдаются. Вот, если присмотреться, да, причем хорошо видно почему-то не на живом типсе, а видно хорошо именно когда фотография. Вот если присмотрите, смотрите, это не частички, там видите дырочки. Это получается краска, от которой оторвалась частичка и остался след в виде углубления. И вот этот как раз эффект создает бархатистость. Вот не знаю, поставьте плюсики, если я понятно объяснила. Потому что многие думают, что вот эти частички, они должны были прилипнуть и остаться, что это вот в этом эффект. Нет, эти частички, они не могут приклеиться к краске. Они просто дали возможность краске сполимеризоваться неровно, вот с такими дырками. Потом ваша задача все это щеткой очистить, отодрать. Ну там буквально день-два, остальные частички все поотваливаются. И здесь вот как раз клиента важно предупредить, чтобы он, не знаю, тоник для лица, любой, мицеллярная вода, просто периодически протирал. Потому что она тональный крем нанесла с утра, конечно, она руки испачкала уже. Нужно взять мицеллярную воду и протереть мицеллярной водой. Оно потом все подсыхает, и все чистенько и красивенько. Понятно, что нужно предупрежать клиента о том, что это нужно протирать. Если вы это не протираете, вернее, даже клиенту об этом не говорите. Это у меня случай был, я уже рассказывала много раз. Он у меня один и тот же. В течение 10 лет я рассказываю, как у меня подружка сделала бархатный песок зимой. Так, я сейчас буду использовать для покрытия краски. Гель-лаком я сейчас не буду работать. Сейчас мы сделаем тепленький свитер. О, ну давайте вот как раз серый сделаем. Здесь красивый серый цвет. Он такой прям холодный и выбеленный. Так, делаем покрытие сначала. Сейчас я про подружку расскажу. Я всегда этот пример, возможно, вы его уже 35 раз слышали. Я еще раз повторюсь. Потому что эта техника, она прикольная. Конечно, подходит для тех клиентов, кто аккуратненький. Понимаете, кто там 24 часа в сутки не моет полы, посуду и стирает руками. Понимаете, это для тех клиентов, кто такой вот аккуратный по темпераменту. Понимаете, даже вот французский маникюр все носят по-разному. Только вот этот французский маникюр, он просто на ней горит. Она приходит, у него все стесанное, стертое. Все торцы уже голые. Никакого французского маникюра нет. А кто-то приходит с идеальным французским маникюром, там ни один торец не пострадал. Вот, поэтому бархатный песок, это как матовый топ. Это не для всех клиентов. Если клиентка бешеная, ну нет, ей такое лучше не предлагать. Блин, я выпила кофе сейчас с утра. Вот говорила себе, я кофе больше не пью. Зачем я выпила кофе? Сейчас мы вот такой вариант сделаем. Краска, кстати, по-моему, сегодняшнего дня будет на Амишоп. Дистрибьюторы тоже, не все, но многие закупили краску гелевую. Поэтому на местах у дистрибьюторов узнавайте, вот кто любитель красок. Я знаю, что вас немного, но есть небольшой процент, кто все еще продолжает пользоваться красками для покрытия. Или для французского маникюра. Поэтому мы эту номенклатурную линейку не выводим, позицию не выводим, но очень сильно сократили выпуск и ассортимент базовой коллекции. Мы выпускаем прям по чуть-чуть этих коробочек, прям вот сделали специально по 5 грамм, чтобы, ну как, вы 5 грамм купили, вам, поверьте, хватит не на один год этой банки покрывать. Вот, ну если даже и закончится через какое-то время, ну вам уже будет там неактуально это. Вот, поэтому перевели банки с 2 грамм на 5 грамм. Очень сильно сузили количество наборов, они очень лимитировано выходят, чисто вот под наших клиентов, которые с нами там уже 12 лет. И работают на нашей продукции, начинали с нами работать, когда у нас были только краски гелевые. Так, подсушили, дальше берем, ну мне нравится очень, как он выглядит на матовом топе, поэтому я предлагаю сделать матовое покрытие. Вот, ну на глянце тоже хорошо смотрится, да, когда получается такая игра фактур, когда у вас поверхность глянцевая, а рисунок матовый. Прикольно получается, да, получается прикольно. Сейчас матовый топ уже заканчивается. Все, это дизайн, который делается сверху готового финишного покрытия. Вот, поэтому сделали финальное покрытие, сразу же, вот матовый топ. Сушим. Сейчас можно тоже какую-нибудь такую вот отбивочку сделать, нарисовать. Но здесь, смотрите, я покрывала глянцевым. Видите, хорошая игра фактуры глянец, матовая. Но также вот эта матовая, активная, на матовом топе тоже круто смотрится. Сейчас я вам покажу пример. Вот пример, смотрите. Видите, ну здесь с нейлкрус там сделано. А мы с вами сделаем вручную. Видите, на матовом тоже круто смотрится. Так, про подружку рассказываю. Так, сейчас я полосочку рисую черненьким. И хочу прям этот вариант повторить просто. Мне нравится. О, видно, да, какой цвет быстро заканчивается у импасты. Сразу видно, что самый ходовой цвет это черный и белый. У импасты уже закончились. Господи, зачем я выпила кофе? Мне нельзя пить кофе перед эфирами. А у меня еще два эфира помимо этого эфира. Все, сделали, сушим. И дальше будем рисунок делать уже под бархатный песок. Как я говорила, если у вас нет красок гелевых, и вы не планируете их покупать и работать, в этом случае берете эмпасту. Но эмпасту можно чуть-чуть все-таки разбавлять стеклосом, потому что она прям очень густая. Особенно если белый рафинад взять, он, наверное, все что пастельные у нас цвета эмпасты, они густоватые. И, например, если белый рафинад, его можно прям чуть-чуть разбавлять. Например, желтый бы я не разбавляла. Он, в принципе, такой средней плотности. Ну, нужно смотреть, если чувствуете, что эмпаста жидковатая, значит, прям на мокрую эмпасту сыпите бархатный песок. Если что-то более пастельное из эмпаст, и чувствуете густоватое, да, просто берете теклос и мешаете с теклосом. Вот. На гель-лак я не люблю сыпать бархатный песок. Вот сколько я пробовала, получается не очень красиво. Есть еще вариант, я очень часто так делаю, но это касается пастельных цветов. Что можно сделать? Если вам нужно сделать цвет гель-лака, да, вот как вот здесь, сейчас покажу, вот, чтобы сделать в цвет гель-лака, вот у вас для покрытия использовалась не краска, а гель-лак, можно взять этот гель-лак и чуть-чуть смешать с эмпастой, да, чтобы гель-лак был не такой жидкий. И тогда получается, единственное, более светлый колер, и на этот колер засыпать бархатный песок. Вот такой вариант тоже возможен, прям запишите себе. Поставьте плюсики, кто понял меня, что если вот хочется сделать цвет в цвет, да, гель-лака, то можно гель-лак чуть-чуть смешать с эмпастой, именно с белым рафинадом, потому что белый рафинад у нас такой, ну, достаточно пастозный, густой. Единственное, цвет приобретает более светлый оттенок, вот. Ну, а я работаю красочкой. Итак, вот эта крупа, вообще, на самом деле, девочки, это полимер. Это такая крошка определенного размера. Это такой полимер в сухом виде. Видите, она на самом деле не белая, она прозрачная. Вот, и по факту вы сколько насыпали на ногти, столько же нужно обратно стряхнуть. Бархатного песка на поверхности краски в итоге не должно быть. Так, значит, моя подружка, моя подружка, делала маникюр у эми мастера, там, у себя в городе, неважно в каком городе. Вот. И ей делали это зимой, было что-то, белые вензеля, по-моему, нарисовали белые вензеля эмпастой, видно было, и засыпали в бархатный песок. И в итоге я ее вижу, где-то уже маникюру было три недели. Маникюру было три недели. Мы сидим за общим столом, был, не знаю, какой-то праздник или день рождения чьей-то. И я смотрю, я говорю, блин, Женя, что у тебя на руках? Какая-то грязь, все какое-то. Она говорит, вот, это мне вот мастер сделал. Ну и говорит, там вот штукой какой-то мне засыпал. Я понимаю, что ей засыпали бархатным песком. Я говорю, Жень, так протереть надо, оно тебя просто уже впитало, а она такая прям домохозяйка, кушать готовит с утра до вечера. Я говорю, ну так протереть-то надо, ну ты что, оно же бархатистое, конечно, это как одежда, да, велюровая, все на себя цепляет. Нужно постоянно валиком для одежды чистить. Ну, согласны же? Тональный крем элементарно с утра, если она красится постоянно, да у нее уже через 4 дня это все будет грязное, неопрятное. Я беру со стола виски, потому что за столом больше ничего не было спиртообразного. Беру прям самые обычные виски, салфетку, и начинаю ей тереть. И у нее прям на глазах даже виски я взяла. Он раз, и очищается. Ну, понятно, что так как это уже было 3 недели, там оно уже настолько все было пропитано непонятно чем. Вот, но оно хоть стало более или менее, ну как, ну нормальный вид. И она такая вот, о, а что так можно было? Ну, просто мастер, видите, ну может заработалось, ну забыла предупредить, что нужно протирать. Вот, поэтому есть, конечно, клиента не предупредить. Но ей такой дизайн будет точно не по вкусу. Вот, в основном, я люблю применять для вязаного маникюра. Особенно в технике нейл-круст. Всякие косички. Вот этот зигзаг люблю, потому что он не такой замороченный, как косички рисовать вручную. Вот, кто не любит косички рисовать вручную, у нас есть прикольные нейл-крусты. Мы их специально держим в ассортименте, хотя там по ним оборот небольшой. Специально для вот наших старых клиентов, кто продолжает работать с нейл-крустами. Вот, и много наших мастеров, они применяют нейл-крусты не только для чистой импасты, да, или там еще для чего-нибудь, а именно для бархатного песка прикольно. И вот вязанный маникюр классно бархатным песком проходить, делать. Вот у меня Настя Челюбеева эфир проводила как-то. В декабре был классный. Я такую идею нашла красивую, со свитером неформальным. Вот, и если зайдете в мои эфиры на моем аккаунте, там такое желто-черные косички с такими кляксами, очень современно смотрится, тоже классно. Вроде тот же нейл-круст, вязанный маникюр, но очень необычно было. Ну, я поняла, протирать можно чем угодно. Хоть водка из холодильника там у вас, не знаю, муравьиная кислота там лежит, если в аптечке. А вообще просто тоник для лица, любой. Протираете лицо с утра, протерли лицо, и прошлись, протерли матовый топ. Вот матовый топ, с ним же то же самое. Какой бы вы матовый топ не купили, он же будет всегда пачкаться. Это как замшевая обувь, замшевая одежда. Ну, ничего вы не сделаете, нужно все время роликом проходить. Утром на работу идете, одеваете замшевую вещь, или там шерстяную. И что нужно? Пройтись валиком. Здесь то же самое. Лицо протираете, берете этим же спонжиком или ватным диском, и прошлись, протерли матовый топ, либо бархатный песок. Сыпьте по несколько раз, прямо вот на одно и то же место. Прямо сыпьте, чтобы провалились частички. Вот почему нужно брать краску, а не гель-лак. Гель-лак жидковатый, понимаете, там некуда проваливаться, он же как водичка. А красочка, она так чуть-чуть выпукла лежит. Вот, поэтому сыпать бархатный песок классно именно на краску гелевую, ну, либо в крайнем случае эмпасту берете. Вот, либо в крайнем случае берете эмпасту. Красивее всего смотрится на светлых пастельных тонах. Вот смотрите. На каких-то ярких, темных смотрится некрасиво. Вот, хотя вот, например, если делать леопард, леопард, и частично засыпать его бархатным песком, и для этого использовать либо вот эмпасту черную, либо черный тюльпан, ну, в принципе, неплохо, хорошо смотрится. Но лучше всего именно пастель использовать. Именно на пастельном цвете, на пастельной основе эта фактура, она как-то более ярко выражена. Вот, сушите 2 минуты, можно 4 минуты, ну, прям вот подольше, чтобы просохли слои краски, которые находятся, которые находятся под частичками песка. Так, теперь берете щеточку, любую, ну, желательно, можно ли же вообще взять зубную щетку, ненужную, вот такую щетку, я думаю, у всех есть, они жесткие эти щетки. И вот я так методично начинаю обдирать песчинки. Понятно, что они вот так с первого раза все не обдерутся. Вот, ну, там уже буквально через 3-4 дня эксплуатации таких ногтей эти частички постепенно все уйдут. Видите, но все равно где-то частично эти частички еще видно, что они прилипли, еще не отвалились. Вот, поэтому в итоге мы получаем вот эту бархатистость от того, что наши частички просто оставили следы на краске. Вот, можно на весь ноготь это делать. Для этого топ наносить не нужно. Вот сделали просто покрытие, первый слой цвета, потом делаете второй слой цвета и сыпите песок. Все, топ не нужен. Хотите, я сейчас покажу, как на весь ноготь делать? Показать? Или тогда завершаем прямой эфир? Давайте, ставьте плюсики, если показать. Сейчас, кстати, в сторис повесят скидки на онлайн-курсы, где присутствует бархатный песок. Вон, кстати, частично бархатный песок есть в курсе на Элкруст. Это самый, наверное, первый курс, который я записала, когда появилась у нас школа Эми онлайн. И я его даже видоизменять не стала, потому что Элкруст, он хорош именно в том виде, в каком я его придумала много лет назад. Очень рекомендую этот курс пройти. Возможно, например, вы планируете какие-то свои курсы придумывать. Вот этим курсом можно хорошо вдохновиться, сделать апгрейд, сделать какое-то современное прочтение фактур. Здесь как раз есть бархатный песок. Прям рекомендую вот этот курс. Также бархатный песок встречается в курсе топ-10. Я периодически всегда рекламирую этот курс тоже. Если, например, хотите сделать какие-то свои онлайн-продукты или живые курсы, это очень технологический курс. Здесь очень много технологий. Нисколько именно видов дизайна, а технологий. И вот пройдя курс топ-10, можно столько курсов придумать. Здесь просто кладец знаний. Потому что здесь такой, знаете, фундамент. Здесь фундамент технологии. Это курс техники Эми топ-10. Вот здесь тоже есть бархатный песок. Ну, в общем, сейчас я из эфира выйду. Обязательно зайдите в сторис, посмотрите, что мы сегодня повесили со скидками для вас. И на весь ноготь. Также давайте цвет другой краски возьмем. Здесь на весь ноготь делается вообще без финиша. Делайте первый слой покрытия. Сделали, сушите. И сейчас делаем второй слой. И сейчас посмотрите, как это будет технологически на весь ноготочек. лучше делать на светлые либо пастельные оттенки. Еще раз повторюсь. Единственное исключение может быть, знаете, вот леопард. Вот леопард прикольно. Я раньше прям очень любила, например, леопард нарисую под финиш, а сверху уже финиша. Не все пятна, но местами прохожусь вот так черную красочку, бархатный песок. Ну и прям, не знаю, очень классно. Галя! Слушай, а найди каталог бархатный песок. Я сейчас если найду старый каталог, когда вот как раз выпускали этот курс, он назывался бархатный песок жидкие камни. Но вот в таком формате я его так и не перезаписала. Потому что чтобы перезаписать все мои курсы, это я не знаю, сколько нужно времени. У меня и так было для пакета Эми Мастер записано столько курсов, что я думала с ума сойду. Я писала их целый год. В итоге я так многие курсы и не записала. Все, прямо на мокрую краску в несколько заходов. Это не один заход, а в несколько заходов. Все, и кладем в лампу. Видите, здесь финиш вообще не используется. Здесь финиш совсем не используется. Сейчас мы также в коробочку. Кстати, у нас вот этот формат, когда бархатного песка в коробке много, осталось немножко на остатках. И прям рекомендую скупать сейчас вот такие наборы бархатного песка. Потому что в будущем, когда вот такие коробки закончатся, мы хотим оставить небольшой объем бархатного песка в пакетиках. А вот такого большого объема уже не будет. Чем прикольно? Тем, что вы можете купить, и это получается очень выгодная покупка на несколько человек, и поделить его. здесь вот обычно идет, видите, вот такая открытка, чем засыпать. О, кстати, как этот маникюр выглядит, который я вам сейчас показываю. Вот это, чем засыпать. В наборе идет щеточка, ну, коробочка вот эта прикольная. Вот. Ну, мы сейчас решили, что хотим все-таки бархатный песок оставить в линейке, чтобы он был, но мы хотим объем сократить, поэтому уже в коробочках продавать не будем, будут небольшие пакетики, вот, переходите на Amy Shop, посмотрите. Теперь также над коробочкой начинаете обдирать. Нашла? О, сейчас я вам покажу, как леопард выглядит. Не нашли? Ну, да, это дорого-богато. Я помню, Арабские Эмираты тогда у меня появился дистрибьютор благодаря этому каталогу, по-моему. Они сейчас. Не, ну, они так и есть, но просто я помню, что Марина тогда это преподаватель из Арабских Эмиратов, она говорит, я когда увидела каталог, говорит, у меня оргазм был эстетический, потому что для Арабов это, конечно, прям точное попадание в их целевую аудиторию. Все, вот он, вариант готов. А если на слайдер топ сыпаете, делая на весь ноготь? Ну, тогда не на топ-слайдер, тогда попробуйте на Текласс, лучше на Текласс, мне кажется, дашь мне каталог. Сейчас я вам покажу, когда-то был каталог, кто помнит, у меня такой логотип был когда-то, школа ногтевого дизайна, Екатерина Мирошниченко, тогда не существовало еще марки Эмми, по-моему, а, или уже, а, уже была марка Эмми, точно. эти дорого-богато. Сейчас мы найдем здесь леопард, и я вам покажу, как вот на леопарде смотрит собака. О, боже, Галя, посмотри, какая у меня прическа, сколько волос. Волосы у меня выпали уже после третьего ребенка. Так, сейчас, где-то здесь был леопард. А, вот, смотрите, прикольно. Вот видите, вот леопард на черном фоне прикольно делает. Почему большие поверхности лучше не делать, потому что, видите, вот они частички все же не отваливаются изначально, они вот так вот будут видны. Но на леопарде это смотрится прикольно. А если, например, делать какой-то рисунок либо всю поверхность, ну, не очень красиво. Вот, поэтому вот на черный цвет, если рекомендую, то только нам какие-то анималистические принты. Вот, тоже очень прикольно. смотрится. Вот, и в отличие, кстати, от акриловой пудры, потому что акриловую пудру тоже можно засыпать, получается красивый матовый эффект. Но вот акриловая пудра, вы ее просто тоником не отмоете. Она вот пачкаться, начинается рисунок, и он пачкается, он уже не отмывается. А вот бархатный песок, он отмывается. Так, ну все. Еще раз напомню, мы повесили для вас сегодня скидки на определенные онлайн-курсы по дизайну. Вот, если интересно, заходите, смотрите, какие сейчас там курсы висят. Все. А тема с бархатным песком, она актуальна, как я говорила в начале. Это зимний период, осенний период, даже весна. Потому что, да, мы на юге сейчас быстро переоденемся, а кто средняя полоса, Центральная Россия, Урал, Сибирь, вы еще долго будете в свитерах ходить всю весну. Вот, это классно делает такие теплые ногти в виде вязаного маникюра. Все, всем спасибо большое за эфир. Смотрю на статистику, и, в принципе, даже неплохо, я считаю. Вот, я вот сейчас смотрю, у вас в среднем моменте присутствует 50-60 человек. Сейчас посмотрим, сколько всего людей прошло через весь эфир. Там, эту статистику потом можно посмотреть. Вот, поэтому эфиры будем продолжать вести везде. Возможно, просто, ну, не в таком количестве. Вот, например, я на своем личном аккаунте чуть-чуть эфиры сократила. Вот, а Эми онлайн, как каждый день шли эфиры, так и идут. Мы здесь не сокращаем. И вам тоже советую, не нужно бросать вот так резко на Инстаграм. Как вели, ведите. Контент, он и в Африке контент. Когда вы создаете контент, он абсолютно одинаковый. И правила создания контента, они те же самые, что видео вы снимаете, что фотографии вы делаете. Просто вам придется это дублировать на несколько платформ. Потому что ошибка многих, в том числе, меня была какая, что я ушла из контакта и резко сосредоточилась только на одной сети, Инстаграм. Я даже Ютуб тогда забросила. Вот, кто помнит, я же одно время вообще популярность, какую получила, благодаря Ютубу. И когда появился Инстаграм, я все бросила и ушла полностью в Инстаграм. Нельзя складывать яйца в одну корзину. Все нужно делить. Вот я сейчас буду ВКонтакте, в Одноклассниках, Яндекс.Дзен. Если сейчас появится русская платформа, такой там Русграмм, везде. Просто контент будет на самом деле у меня один и тот же. Один и тот же. Я его просто буду дублировать. Все, всем хорошего рабочего дня. Сейчас самое главное. Фокус внимания на работе. Фокус внимания на работе. Работаем, девочки. Всем пока-пока.